Добрый вечер, уважаемые телезрители! Добрый вечер! Итак, снова в эфире программа «Какие люди в Голливуде» и мы с Татьяной Сарычевой и Люсей Алекс снова знакомим или не знакомим, а снова встречаем вас, уважаемые телезрители, с нашими самыми популярными, самыми талантливыми и самыми продвинутыми соотечественниками, которые здесь, на нашей Голливудчине, живут, творят или посещают наши места согласно своему гастрольному расписанию. Также вы можете принимать непосредственное участие в нашей программе, если будете связываться с нами либо по нашему телефону 310-968-5990, либо присоединяясь к нашей страничке на Фейсбуке и легко найти Russian TV-шоу «Какие люди в Голливуде». Ну и сегодня у нас гость абсолютно мега-трансконтинентальный, величина номер один. Татьяна, попробуй представь, потому что я уже потерялась в званиях регалиев. Помимо того, что он российский, он американский актер, чемпион и призер многих спортивных соревнований и турниров. Боец, режиссер, победитель Олег Токтаров. Приветствуйте. Хорошо, что не транссексуальный. Нет, трансконтинентальный. Так весело вот это уже. Уже началось весело. А у нас всегда весело. Да, я подумал, что попала на съемника в джазе только девушка. Помнишь, когда Дафна играет, она так, этого мемомера. Вот примерно такая фраза. А я думала, откуда это у нас в консерваторию пришло. Да. Ну вот так я вас. Мудра, спасибо, что с другого конца планеты вы у нас. Ну и давайте начнем по порядку. Сегодня будем вас пытать, задавать много вопросов, быть любопытными. Мы не будем назойливыми, но вопросов будем задавать много. Начнем с вопроса, который интересует абсолютно всех. И ваших друзей, поклонников и врагов, и весь мир. Как, какие дороги привели вас в Голливуд? На этот повод, по этому поводу у меня есть стихотворение, которое вы на фейсбуке поместите. Я читать его точно не буду. Оно долгое, длинное. По крайней мере, оно о том, как здесь попытаться хотя бы добиться успеха, потому что в один день я просто понял, что я больше не могу по десяток в день получать сообщения, кому-то помочь, у кого-то там племянник красавчик. То есть у людей очень такое неправильное мнение о том, как в Голливуде все работает. И вообще, что такое Голливуд? Я вам честно скажу, я остыл к американскому кино. Я не охладел, конечно, как айсберг. У меня сейчас второй, наверное, второе дыхание наступило. То есть мне опять стало интересно голливудчина, как вы сказали. Но немножко по-другому. Мне нравится совместный проект «Россия-Америка». И вот этим я на ближайшее время буду заниматься. То есть у меня свой проект есть, который я продюсирую. Есть два проекта, в которые я ввязался. В один я до сих пор не знаю, зачем мне сегодня вечером идти туда сниматься. Это прям вытягивает проект из-за меня жил. Он плохо написан. Понимаете, мне однажды Таниссиан Шура, который снял мой первый фильм, где я сыграл главную роль Монтана, сказал, что если есть классный сценарий, то он как лодка вас выведет. В любую бурю вы плывете. То есть плохой режиссер, плохие актеры, где-то там оператор схалявил, но он все равно вас куда-то вытянет. А если сценария нет, то ну хоть ставьте лучших, самых лучших. Все равно работать не будет. Но вот примерно то же самое у меня сейчас происходит. Происходит. Да. А очень интересный фильм, кинокомедия нас ждет всех. Как называется? Мы собираемся ее снимать в Юте. До сих пор не знаю, как называется. Потому что они сначала изначально придумали «Три дня в Вегасе», потом «Приключения в Вегасе». Вы знаете, вот как, например, по-русски назовут фильм «Офисер Даун». То есть вот я, последний мой американский фильм, который я снимался, как подбили полицейского, умирающий полицейский. Ну как вот он назвать? Лежачий полицейский. О, хороший назватель. С этим, кстати, посоветовать надо. Один из версий. Рабочее название. Ну вот, собственно говоря... Этот второй проект, он душу греет, он как-то располагает. Он греет душу, потому что, конечно, у меня партнер, самый смешной человек на постсоветском пространстве – это Миша Глустян. И я думаю, что мы на разнице с ним попробуем что-то сделать. Я не знаю, не буду загадывать, но попытаюсь. Ну я думаю, это будет интересно, это будет взрывно, и, конечно, мы будем следить за этим проектом. Давайте нам тоже... Я всегда пытался что-то сделать именно в стиле комедии, потому что, ну как бы, акшен мне неинтересен. Но вы в акшене живете? Ну вот из этой серии. То есть мы все же это проходили. То есть мне неинтересны бои, мне неинтересно драться на экране, потому что если я стану показывать бои изнутри, это будет интересно. Но для этого нужно написать, для этого мне нужно самому взяться, написать это, для этого нужно обучить специального оператора, как снимать. Потому что то, что мы видим последние 30 лет, это меня не вставляет, понимаете? Ну мы знаем, что дорога в кино все равно у вас прошла через спорт. Вот можете немножечко рассказать? Да, спорт мне помешал стать киноактером и очень мешал долго. И до сих пор мешал. Даже сегодня меня заставил вспылить один человек на каких-то соцсетях. Понимаете, уже прошло столько времени. Вы так здорово вжились в роли кламаря охоты на изюбра. Я поспорил, я так не поверил. Что-то такое из этой серии. Я с моей женой поспорил, выиграл там бутылку пива или что-то такое. Потому что она думает, что вы... Я говорю, почему не поверил? Ну потому что вот вы там... Да я дрался-то всего полтора года. Учился я 4 года. Работаю я в кино 16 лет. Ну сами подумайте. Понимаете? Практика это все. Да, практика, шмактика. Я... Конечно, обидно немножко бывает, но... Если брать, например, 99-й год, когда я пробовался на мою первую роль, большую роль. То есть уже когда я получил, как бы... Окончил, образом сказать, первый курс, начальный уровень. Меня выпустили в люди. Два года, четыре месяца меня не выпускали на пробы. И я получил... Сразу роль получил. Ну мне так сказали. И вот мне потом режиссер рассказывал, что... Сижу я, жду мои пробы на первом этаже, кастинг этого офиса. А на втором этаже там режиссер, продюсер, Данира в том числе, встречается с актерами, там, с самыми, кто притянует на главные роли. И один позволил себе... Ну вот обычно самые бездарные люди так делают, которым больше нечего сказать. А он говорит, ой, у вас там внизу-то чемпион сидит, вы чего, вы тоже снимать будете? Ну, то есть по-английски все-то вырубил. Ну, хорошо, я бы режиссер сразу отрубил, сказал, слушай, ты сделай хотя бы наполовину, как он, хорошо. Тогда, может быть, я тебя возьму в фильм. А сейчас, вот то, что ты сейчас ляпнул, это уже говорит о том, что, скорее всего, мы работать не будем. Он тогда так напрягся, но, наверное, как я ненавидит меня. То есть за что? За то, что язык развязал. Надо просто учиться работать хорошо таким ребятам. Да. Действительно работать. И меньше болтать. Да, и меньше болтать. У нас другая в данном случае задача сейчас болтать нужно больше. Итак, продолжаем продолжать. Продолжаем пытать вопросами. И вопрос следующий. Мы знаем, что у вас есть армия поклонников. Две армии поклонниц. Каким образом вы общаетесь с ними? Вы закрыты от них или вот наши социал-сети, которые... Можно мне поподробнее про поклонниц? Про две армии поклонниц? Я узнал просто, где их искать. Ну как, где? Ну как, смешили. Да, я видела. Мы приходили, помните, мы первый раз встречались с вами в прошлом году на одном файте. И было поклонниц вот очень много. Они стояли в очередь сфотографироваться с вами. Не стесняйтесь. Они просто, наверное, пьяные были, и им мужья сказали... Или плохо... Или очки дома забыли, да? Что-то типа этого было. Хороший вариант тоже. Я сегодня столько от вас интересного услышал. Продолжаем продолжать. Я обязательно запишу. Надо использовать такие слова. Ну, серьезно? А в одном месте как-то мы пришли, и мне шепчут... Так-таров, так-таров здесь. Окей. Так вот, вернемся к сошелу. Все, если к вам не бегут, так все о вас говорят. Где вы не только не появляетесь. Вас ждут, и приятно вас видеть везде. Так вот, как вы общаетесь, если хорошо? Если к вам ваши поклонницы на вас не летят? Не давят. Потому что я знаю, у вас есть фейсбук-пейдж, у вас есть веб-сайт. И в современном мире очень сложно так закрыться и уйти просто... Вот, out of connection. Ну, и не надо. Этого не бывает. Вот насколько те люди, которые следуют за вами на фейсбук, насколько они все-таки позитив вам дают больше, чем навязчивости, назойливости, каких-то дурацких вопросов? Я закрыл форум на веб-сайте на своем, потому что он пользы мне не приносил. То есть я туда не заходил, туда года два. А потом во время съемок хищников, ну, было скучно. Мы из Гавайев переехали в Техас, и там, знаете, день перерыв. Думаешь, ну, ладно. Тоска. Да, и захожу я, начал общаться, смотрю, там какие-то непонятные дамочки, какую-то ерунду пишут. То есть меня они просто злят, у них такая... Я же такая у дамочек профессия. Ой, я помню, когда мы выходили с Сережей, моим братом, с концертов его еще в 80-е и 90-е годы, я видела этих девочек. Прям вот мы когда выходили с концерта, они себя кидали... Под ноги. Под ноги просто. Так что у вас такого нету? Где-то, когда-то было, но, знаете, это вредное явление. Мне еще тренер говорил, что... В детстве нам говорил, что ребята, говорит, чем больше вы будете общаться с женским полом, тем меньше у вас в жизни получится. Примерно так он сказал. Что мы, Таня, тормоза прогресса, творчества. Но у нас это прогресс, что ли? Нет, если женщина... Вообще женщины являются стимулом для мужчин, конечно. Женщины являются стимулом, но это редко. Это бывает одна-две за всю жизнь. И по истории вы знаете прекрасно, что и войны начинались, и заканчивались, и какие-то великие творения создавались благодаря... То есть хочется кого-то удивить, поразить, и ты делаешь какие-то вещи. Иногда не совсем адекватны. Прекрасно. Прекрасно. Это женщины, которые вас довели до вот такого вот звездного периода. Состояния. У вас, наверное, их много? Какая-то любопытная. Я уехал в Америку от того, что перенасытился... Перенасытился просто моим таким первым этапом жизни уже как мужчина, как юноша, который вроде бы состоялся как бизнесмен. Это потом я уже узнал, что я сделал все правильно, потому что в тех философиях или религиях, как можно это называть, говорится, что если мастер сделал свое дело, он должен уйти с него. Мастер может уходить. Два раза я уходил, и в общем-то вовремя я ушел. То есть первый раз это был бизнес. Я достиг верха в моем штате и уехал в Америку. Второй это был файт-бизнес, боевые искусства. Я как-то сразу попал, не сразу, со второй попытки попал на тот чемпионат, и я его выиграл, выше которого просто теоретически не может быть уже. То есть понятно, что каждый год это новое, свежее, это интересно. Но понимаете, если я 15 лет в десятке самых популярных боев, то есть мой финальный бой на чемпионате UFC номер 6, ну это просто стечение звезд. Я понял, что надо все сваливать, потому что и боец против меня был прекрасный, знаете, название танк, и он до этого двух просто проехался, как танк по людям, по людям, которые были тяжелее, его они там весили по 300 килограмм, но просто там смял. И все это проходило в горах, и я его выиграл, задушил, и мы упали, и все, и там доктора, и... То есть такой уроки уже в настоящей жизни, понятно, что это уже не повторится. То есть будет больше денег, будет больше, там, может быть, тяжелее бои, тяжелее травмы, но уже вот такого не будет, когда вся Америка на тебя смотрит. Но в то время не было человека, мужчины, по крайней мере, да и женщины, кто бы хотя бы раз не смотрел, по крайней мере, этот финальный бой. Не надо было уходить. Единственное, что надо было быстрее уходить, а я где-то еще года полтора делал деньги, и этим было неправильно. Я считаю, что мне повезло, что у меня в кино не получается так быстро, как хотелось бы что-то сделать, а может быть, никогда не получится, что, в принципе, хорошо. То есть я так поступательно вверх двигаюсь. А кто-то консультирует вас, у вас все это рождается, все это стратегия, тактика, куда идти, куда, какие бизнесы. Это родилось с рождением, я просто умею. То есть это вам давно, вы не нуждаетесь. Я умею наблюдать, я не нуждаюсь, да, но я просто умею наблюдать. Вот и все, умею слышать, наблюдать, видеть и видеть самое главное. Талантливый человек? Это не талантливый. Талантливый во всем. Просто получается так. Это фарт? Это не фарт, не шмарт. Как это вы называете? Нормально отработанный вариант. Я смотрел, как люди делают ошибки, старался их не повторять. В частности, например, для примера, скажем, у нас в России сейчас очень популярно пиарится. Есть такое слово, оно уже все его знают. Раньше не знал, что такое паблик, релэйшн. Может быть, до сих пор никто не знает, но все знают слово пиарится. Да, но я посмотрел, как люди это делают с перебором. То есть, как вдруг начинается ненависть. Там уже Филипп Киркоров, например, возникла просто людская ненависть, о которой вылилась девочка-журналистка-армянка и все. То есть, его схавали, ему пришлось опять подниматься. А здесь самые долгожители, они это делают. Вот у них выходит проект, бамс, всплеск, опять ничего. Выходит проект, бамс, всплеск, опять ничего. То есть, это профессиональный подход. Это цикличность. То есть, у меня сейчас выходят какие-то проекты, и какая-то тема, наверное, началась. Поэтому я подумал, что будет неплохо сделать какой-то всплеск. То есть, сейчас я приехал из Нижнего Новгорода, и мы прекрасно провели там турнир, например. То есть, мне неинтересны были бои, но это неправильно, опять же, это не по-божески, не по-вселенски. Когда у тебя есть знания, ими не делиться. То есть... Как вы делитесь знаниями? Я провожу семинары, и проводил их почти каждую неделю раньше, сейчас и реже, но все равно. По всему миру. То есть, пишу какие-то книжки, но одна долго... Не знаю, когда я ее напишу, но... Мемуара. Получается. Нет, мемуара уже вышла давно. Это книга про здоровье, целостный такой подход. Мой подход. Это незаимственное знание, это знание, которое я подчеркнул от своей жизни. Да, да, да. Она неплохая получается, очень интересная, и поэтому, наверное, она медленно движется. Потому что я стараюсь все уникальные вещи, которые действительно работают, которые я проследил, они работают, туда внести. А про турнир я говорил, он прошел, на 500 детей приехало, там профессиональная часть турнира была. И в Нижнем Новгороде лучшей шоу до этого шоу не было. Мы назвали это открытое первенство Европы по ММА, Mixed Martial Arts, смешанное боевое единоборство. То есть, я убил сразу кучу зайцев. Я как советник нарисовался, там я советник мэра. Произвели фурор? Ну, фурор не фурор, но, по крайней мере, мы сделали профессиональное шоу. То есть, дети у нас сейчас занимаются ММА, то есть, получается, хоть какая-то платформа, на которой могут вырастать деревья, плодоносящие какие-то замечательные фрукты. То есть, до этого у нас было два фрукта, но они были как исключение. Это вот я и Федор Емельяненко, которые как-то выигрывали. А базы-то не было. Сейчас я этим занялся, и это очень мне интересно. Знаете, то есть, если на веб-сайт зайдете, там куча фотографий, увидите, там меня просто окружают дети со всех стран и регионов. А как часто вы в России бываете? Ну, достаточно часто. Сейчас уже реже, чем раньше. Но вообще дважды в год или раз в году? Не, ну, представляете, если я в среднем делаю 4 проекта в России, плюс 2 проекта, спортпроекта, то есть, ну, получается, 5-6 раз я должен летать. Просто иногда я не улетаю обратно сюда. Как сейчас будет, я не знаю, как дальше. То есть, у меня, например, было одно лето, плодотворное. Я снялся в трех очень качественных проектах, один из них вышел. Я говорил про него, Лето Волков, я за него очень горжусь, потому что, во-первых, партнеры все были очень талантливые. Просто гениальный проект, написан гениально. И, ну, все здорово получилось. Всем нравится, на первом канале у него был рейтинг, хотя он после программы «Время», рейтинг зашкаливал, и все замечательно. Потом следующий проект был, который уже показали, про разведчика. Мы его в Сирии снимали, я играл этого разведчика, это была, ну, фактически главная роль. Было очень тяжело. Я очень доволен тоже этим проектом, я из 26 дней, фактически. Проект шикарный, с ног шибать. Да, получился достойный проект. И мне на день рождения позвонил и этот человек, и министр, ну, начальник разведки, по-нашему сказать, и КГБ начальник, то есть, там вся вот эта вот, ФСБ, точнее. Поздравили все, Олег. Да, то есть, ну, всем понравилось. Ну, правда, там настолько он был в образе, это абсолютно по реальным событиям был снят. И когда ВВП мне пожал руку на боях, это было в Олимпийском, то есть, я видел все-таки какое-то уважение от этого человека. Признание. Ну, да, все-таки приятно, знаете. И потом еще один проект сделал, который еще не вышел, то есть, знаете, у меня получилось такие шесть хороших месяцев рабочих. Я устал. его, не вкладывать деньги в одно мероприятие. Антисовет. Ну, это тоже опять по боям. И, в общем-то, сейчас это начинает работать. То есть, то, что я сделал тогда... Сделали счастливым одного миллиардера. Отговорили его. Нет, я сделал счастливым, наверное. Я сделал будущее российским, и не только российским, а СНГшным детям. То есть, у меня огромная команда приехала из Киргизстана. Огромнейшая просто команда приехала из Армении. У меня весь Кавказ был, но такой Кавказ никакой обычно приезжает, когда там стулья, столы ломаются. А я сразу сказал, еще один сломанный стол, стул, одна разбитая физиономия, кого-то из жителей, все команда больше не приезжает. Говорю, мне четверышники не нужны, мне нужны пятерышники. Отличники. Отличник может только вырасти, если у человека... То есть, у нас тренер раньше тренировал так. До тренировки за полчаса мы читали стихи, мы рассказывали о прочитанных книгах. То есть, у нас всестороннее было... Мы показывали отметки, в конце концов. У нас всестороннее было развитие, поэтому у нас все... Моя секция, все состоялись. А рядом была секция бокса. Все состоялись либо в могилу, либо в тюрьму. И при том все, понимаете? То есть, роль личности тренера – это очень важная роль. Я считаю, что я должен заниматься этим. То есть, у меня получается тренировать, у меня получается даже разговаривать с тренерами, давать им какие-то вот такие... куда им все-таки двигаться. Подсказки. И поощрять их. И мне это приятно. Знаете, я огромное моральное удовольствие получил от этого турнира сейчас. Здорово. То есть, от некоторых фильмов не получаешь столько удовольствия, сколько от этого турнира. От фильмов только, когда их смотришь, получаешь. Я их часто не смотрю даже. Да, да, да. Ну, я надеюсь, что нашу программу сегодняшнюю посмотрят наши телезрители, которые еще раз вспомнили все заслуги, все награды и все успехи Олега Токтарова. А мы с вами увидимся ровно через неделю на шоу «Какие люди в Голливуде». И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok